итак всем привет друзья в общем покажу вам мои промежуточные результаты хотел сказать ваши нет мои промежуточные результаты моего инвестирования если посчитать по срокам когда это началось то я вам могу сказать что это было начало моего инвестирования в конце девятнадцатого года это где-то было наверное сентябрь и тем в общем ноябре с ноября месяца тогда же я и сделал себе фирмы генсла есть он был парфер трак где это уже инвестирую фонд даже в два фонда этом еще один открыл и там тоже где-то приблизительно чуть больше года в общем инвестиции проходят вот ну как можете посмотреть вот это вот у нас в этой части это у нас дневные показатели разницы до дифференс к прошлому дню вот ну и портфель вырос на небольшую сумму хочу вам сразу сказать что вообще-то здесь уже была цифра в 15200 евро ну вот сейчас немножко как видите вот здесь на некоторых графиках на у нас идет снижение в последний день допустим кое-какие акции они даже сильнее снизили да вот и на сегодняшний день вот эта вот сумма это является то что я инвестировал вот здесь есть часть денег моих и часть денег которые принадлежат детям надо моих подарочные деньги соответственно это не все мое и на вот эту вот сумму уже пришло привалило сто двадцать три процента в деньгах это чуть больше 8000 евро все это уже проценты если посмотреть что конкретно у меня находится в моем инвестиционном портфеле то здесь ничего в принципе нового не добавилось но за исключением наверно двух каких-то бумаг вот и все остальное все старое и даже кое-что я продал вот это вот хорошо растущие показываю себя индекс nasdaq это вот фонд на основе nasdaq вот который вырос за время моего инвестирования там совсем немного я купил акции на 36 процентов надо золото которое падает вот и никак его не могу продать но как бы когда хочу продать но потом почему-то ладно там небольшая сумма была всего инвестирована поэтому он у меня еще висит и вот в красной зоне это у меня акции это у меня тоже акции это акции производителя ветрогенераторов или поставщиков вот именно вот такой вот электроэнергии вот и еще но здесь было около 50 процентов как видите какое-то время да все это потихоньку снижалась и последние сессии вообще упала вот и это и даже хорошо мне на руку потому что в понедельник я еще на 50 евро прикуплю по приказу часть акции этой компании это компания поставщик датская находится в дании но здесь стабильно колеблется от 95 до 105 процентов где-то доходность вот это вот акция водородной компании я ее покупал уже давно и соответственно она у меня выросла общем 208 кажется это цена моей покупки я еще усреднялся вот 208 цена покупки сегодня на стоит 2166 но стоила она вот в этом моменте где-то около 24 евро это приблизительно так соответственно она мне удавало уже тысячу где-то 20 или 30 процентов но сейчас немножко снизилась вот это вот новая компания я ее прикупил даже усреднился но она все равно провалилась ниже чем хотелось бы но это все временный эффект на долгосроке она все-таки выйдет дальше фонд фонд это вот как раз где находится деньги детей вот я покупал здесь 8,6 акции и она дала 17 процентов вот ну сравнительно недавно куплены не так давно месяца может быть три всего прошло так далее это тоже у нас фонд вот этот фонд energy маркинс это в котором входят разные страны такие развивающие стран такие там россия китай и вот в общем то что не связано с европой и сша вот может быть есть и американские какие-то акции но в процент отношения они не занимают подавляющее большинство вот это у меня фонд который основывается на зеленой энергетики довольно таки хорошие здесь я свое время прикупил довольно таки много акций у меня здесь 44 вот и он дает стабильный 50 процентов да как видим здесь снижение произошло совсем небольшое где-то наверно с цены ну где-то падение составила два два с половиной или три евро я не помню точно сколько было на максимуме вот но было падение так это у нас скорее всего акции европейских компаний до европа она долго у нас отставала да вот акции европа вот но фонд нации европы он долго что-то не росло сейчас начало расти но показывает такие скромные результаты так но это вот скорее всего это мой основной фонд который довольно таки ликвидные и очень популярна среди инвесторов вот и в который тоже в понедельник по покупке приказу будет приобретите на часть акции добавится и будет там мне опять с копейками акции это фонд российских акций да на здесь так вот написано фонд российских акций но в свое время нужно было мне покупать за 89 в общем усредняться потому что акции у меня не так много если бы я купил по 89 его хорошо усреднился и сейчас в принципе доходность была намного выше чем сейчас ну вот акции конечно российский рынок албасит соответственно мы видим такую пилу вот волнообразные такие движения непонятно то ли идет вверх то ли идет вниз в общем вот скоро пациент наверное будет мертв больше больше мертвый чем жив вот ну все как-то движется по какой-то горизонтальной прямой так акции водородной компании это английская компания которая в принципе показала на пике там 8 с копейками результат здесь у меня больше всего акции тысяча тридцать пять штук и доходность составляет сто семьдесят девять процентов на сегодняшний день но было уже 200 процентов в общем 200 процентов она мне давала часть как и сказал вот с этих пиков она свалилась ну вот начало движение вверх но неизвестно как дальше там пойдет в общем это и неважно люксор это был был один x tracker что ли он короче пипи был перекуплен другим фондом стал люксор это вот тот фонд который приносит не дивиденды у меня в общем два кажется фонда который приносит дивиденды все остальные они реинвестируются новые в принципе тоже показывает неплохой результат норвежская водородная компания результат 110 довольно таки уже на протяжении в общем долгого периода времени да ну здесь было около 340 приблизительно цена сейчас вот она упал до этих уровней nordix акции производитель ветрогенераторов неплохо растет я здесь усреднялся вот она мне показать 40 процентов сейчас я вот прикупил и показывает 70 процентов до доход на 73 евро и производитель китайских солнечных панелей владелец вот этих вот солнечных парков я покупал где-то приблизительно по евро 57 даже еще цена вот она такая осталась цена покупки ну вот вырастали они до 2 30 приблизительно ну и давали около 40 50 процентов но сейчас вес рынок как бы все это ралли прекратилось в общем хайп тоже прошел вот и начались обычные серые будни поэтому вот такая вот у нас ситуация по рынку вот но продолжаю дальше все это инвестировать считаю что это неплохие результаты ну вот при том что по некоторым позициям если допустим я захочу выйти из какой бумаги то мне уже придется платить налоги ну допустим хотя будут по этой доходность около 1000 процентов 1759 так как я некоторые бумаги продавал тоже с плюсом в общем по финансовым отчетам я вышел в плюс и соответственно уже немножко раздербанил свой свои налоговые льготы и если я допустим выйду из этой бумаги ну вот то уже заплачу налоги ну вот в принципе друзья все наглядный пример инвестиции на приблизительно то же самое вот такое движение наверху меня в моем бауш парфитраге там где-то я уже она инвестировал около 900 евро да и нет 800 евро приблизительные плюс 110 евро это уже чистая доходность по текущим курсом всех бумаг вот и еще нужно ждать около четырех с половиной лет и тогда нет больше пять с половиной лет ну и тогда можно будет с этими бумагами что ним делать вот друзья в принципе все на этом действительно все всем пока и увидимся